Московское отделение КПРФ В Дзержинске Дзержинский с самого начала относился к той части большевиков, которых условно называют имперцами. Это были сторонники сильной централизованной власти. К этой же группе относился Сталин. Дзержинский был основателем органов внутренней и внешней безопасности. Его считали аскетом. Он обходился только самым необходимым. И именно такой человек мог быть автором беспрецедентно успешной борьбы с коррупцией и разгулом криминала. Также он навел порядок на железной дороге, спас 5 миллионов беспризорников, организовав детские коммуны и детские дома. Подчиненные коллеги любили Дзержинского. До сих пор на Лубянке можно увидеть его портреты. Он заслужил народную любовь, несмотря на свои жестокие меры. Вообще абсолютная социальная справедливость недостижима. Но в советской системе не было принято пикать в лицо видом, что ты богатый, что ты ездишь за границу, что ты отличаешься от других тем, что ты можешь позволить себе купить майбах и так далее. Вот все в системе этого не было. И протест против этой несправедливости, поскольку социальная справедливость – это одна из центральных странностей русской цивилизации, он принимает различные формы. В этом отношении Дзержинский – это символ той эпохи, которая была ориентирована на социальную справедливость. Но он символ не только этого. Дзержинский – это символ подавления пятой колонны в стране. Это тоже очень важный момент. В эфире была рубрика «Экспертное мнение», специальная для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».